Бригада коммунальщиков Карантин в четырех районах Якутии, эпидемическая ситуация в регионе Жизнь после пожара, когда в доме Пахалтурина вернут прежние условия Восстановительные бригады в Бердегистяхе подключают к теплу дома по улицам Семена Данилова, Строда, Молодежная и Ленина Второй котел, который вышел из строя в результате пожара, запустили Работы производятся в круглосуточном режиме в две смены Ранее мы сообщали, что к теплу подключены четыре дома, где проживают 94 человека Также все организации начали работу в штатном режиме, но по укороченному графику Восстановительные работы закончат 31 января Сейчас у нас на данный момент 10 бригад организовано в сторону Сбербанка Идут работы там, весь жилфонд, который находится И все административные здания Сегодня, надеюсь, будем запускать Попытаемся запустить Будут у нас некоторые бригады работать на Почту России Некоторые на дом Ленина 5 И в дальнейшем туда, к частному сектору Продвигаться Прокуратура Республики взяла на контроль расследование Дела пьяного отца, который сбросил сына со второго этажа Там же проверят надзорные органы, которые контролировали молодую семью Напомним, в селе Сунтар отец скинул 10-месячного ребенка с лестничного пролета В результате чего младенец получил травмы головы И находится в тяжелом состоянии В настоящее время за его жизнь борются врачи Прокуратура Сунтарского района Республики Сахая-Якутия Проводит проверку по факту укушения отцовного убийства В отношении своего малолетнего сына 17-го года рождения В ходе проверки прокуратура даст оценку Работе органов системы профилактики Безнадзорности правонарушений Совершеннолетних с данной семьей Также будут выяснены условия и обстоятельства Способствовавшие совершению преступления Чтобы ситуация, произошедшая на днях в Сунтаре Не повторилась, необходимо социальным службам быть на чеку Считают в профильном ведомстве Сейчас с матерью ребенка работают психологи Министерства по делам молодежи и семейной политики Это неординарный случай И из ряда вон выходящий Нам необходимо по новой пересмотреть свое отношение К реализации закона об ответственном родительстве Правительство утвердило план И все те, кто задействованы на реализацию этого плана Конечно, должны очень ответственно подойти к этому Чтобы в поле зрения каждая семья у нас была Чтобы не было такого жестокого отношения В отношении маленьких детей К другим темам учебный процесс полностью приостановлен в четырех районах Якутии Для предупреждения заболеваемости ОРВИ и гриппом Карантин объявлен в Алекминском, Нижнеколымском, Среднеколымском и Верхнеколымском районах Также частично закрыты на карантин школы и детские сады В Амгинском, Алекминском, Аймеконском, Нижнеколымском, Сунтарском и Хангаласском районах В Якутии частично ограничение занятий установлено в 18 школах и 5 детских садах города 9 тысяч человек в Якутии на минувшей неделе обратились в больницы с симптомами гриппа и ОРВИ Отмечается превышение эпидемических порогов в четырех территориях республики Это в Амгинском, Анабарском, Нижнеколымском районе, городе Якутии В крупных городах ситуация пока под контролем Рост заболеваемости отмечается в течение уже трех недель Поэтому ежедневно отслеживается посещаемость детей из школ и детских садов Хочу отметить, что уровень госпитализации не превышает обычных уровней Жительница Нерингрин получила 150 тысяч рублей за несвоевременную медпомощь Прокуратура провела проверку по обращению женщины о некачественном оказании медицинских услуг ее супругу Было установлено, что по вине персонала Нерингринской центральной районной больницы Мужчина не получил своевременной и качественной медицинской помощи Прокурор города обратился в суд с заявлением о взыскании из больницы Компенсации морального вреда Суд удовлетворил иск и заявительнице перечислено компенсацией в размере 150 тысяч рублей Полюс холода – это приоритет развития туризма в Якутии Об этом заявил министр предпринимательства и инвестиционного развития республики Подводя итоги 2017 года За прошлый год ведомство поддержало строительство придорожного сервиса В Тенгюлюмиге на Кангаласского улуса в селе Тамтора Меконского района Открыли гостиницу на 14 мест и в этом году продолжат работу по улучшению условий проживания туристов По показателям бизнес климата республика продвигается вперед По итогам 2015 года у нас показатель был 58 место И мы надеемся, что по итогам 2017 года мы улучшим это до 50 места И очень много отзывов от моих друзей иностранных То есть в Сингапуре, в Китае, на Западе То есть все уже знают о Меконе Все хотят приехать и испытать на себе холод наш В Устьмайский район прибыла партия продуктов по программе господдержки завоза товаров Какие населенные пункты получат первыми социально значимые продукты В сюжете наших корреспондентов На днях в альдикантурку Устьмайского района Прибыла первая партия муки высшего сорта По программе государственной поддержки завоза социально значимых продовольственных товаров Принятое впервые в 2006 году правительством республики Саха-Якутия Решение о возмещении транспортных расходов По доставке продуктов питания для государственных нужд Включая муку высшего сорта Стала большой поддержкой для хозяйствующих субъектов Осуществляющих поставку в отдаленные и труднозаступные населенные пункты республики Сейчас пришла мука у нас Пришла машина с мукой 21 тонна Это первая машина Вот мы ее разгрузили Сейчас идет погрузка для хлебопекарни нашего поселка Кальдиканторг Кроме муки предприятие обеспечивает население другими продуктами питания Это сахар, масло растительное, молоко сгущенное, говядина тушеная, макароны изделия, чай По более доступным ценам, чем в померческих магазинах Мониторинг цен мы изучаем нашего поселка Поэтому мы с нашим предприятием отрабатываем и стараемся, чтобы цены у нас были поменьше До начала распутницы продукты питания будут отгружать в отдаленные и труднодоступные населенные пункты района В первую очередь в горнятские поселки Солнечный и Горенок-Звездочка А также в Бельгачи и Усмиль Население и учреждения социальной сферы будут обеспечены там продовольственными товарами В необходимом качестве, объеме и по доступным ценам Юрий Таюрский, НВК Саха, Усмайский Улус Как вернуться к прежней жизни после пожара? В доме Халтурина 7, Дрэп-1 до сих пор нет света В ситуации разбирался наш корреспондент Тебя вообще волнует, живу я здесь или нет? Это моя собственная квартира Здесь сейчас сколько людей живет? В данный момент живет вот в этой квартире, вот в этой квартире, вот в этой и вот там Пожар, произошедший еще 13 января, стал причиной смерти одного человека После трагических событий жители дома по адресу Халтурина 7, Дрэп-1 Никак не могут вернуться к нормальной жизни В доме до сих пор нет света и стоит устойчивый запах гарьи Вот это же, вот здесь шла вода, вот там они отрезали По воздушке шла вода в соседнюю квартиру Теперь они отрезали здесь все, раскурочили все полы мне Жильцы обращались во все инстанции Однако, по их словам, никто не обращает на них внимания Семья Беляевых из 15-й квартиры, спасаясь от дыма и огня, спрыгнули со второго этажа Выпрыгнули, в чем были одеты? То есть в рубашках и в штанах легких, домашних Время второй час ночи было, естественно, уже дочка вообще спала Ребенок выпрыгнул в ночной сорочке Носочки были одеты, обморожение обеих стоп Хорошо, хоть не сильно серьезно, в первой степени, но тем не менее Проживаю по халтуре на 7 дробь 1, 15 квартир на втором этаже Так как после пожара мы пострадали не меньше, чем 11-я квартира, которая сгорела Мы над ней жили В принципе, по его вине мы пострадали Сразу же после поступления сигнала происшествия на место выехали пожарные Возгорание удалось ликвидировать В результате огнем повреждены 8 квартир на первом и на втором этажах Коридор в подъезде и частично кровля дома Как я могу с двумя детьми жить вот в таком хаосе? Вот это все сделали сантехники или жео Вот это все, раскурочили мне Потому что вода шла, воздушка, вот это вот Ну вот вы видите своими глазами Это квартира номер 15 на втором этаже Адрес Халтурина 7 дробь 1 Полный бардак, был здесь пожар Даже исход, один человек погиб Ну ужасно, в таких условиях люди живут Нет света 15 дней Ну люди хотят жить Потому что, ну больше негде жить Столько обещаний, ужас Ну и этот, без света ни то ни сё По словам начальника управа строительного округа Работы ведутся и в течение двух дней Свет в доме будет Строители, они все это смотрят И что нужно заменить Сейчас уже все Вот по электропроводке у нас уже, ну два дня нам дали То есть капитальный ремонт проводки Там же проводка вся выгорела В трубе прямо Два дня имеется в виду? Закончат уже Закончат Еще два дня и закончат Да, завтра, послезавтра В первую очередь будут восстановлены две муниципальные квартиры Что касается приватизированных, то здесь вопрос сложнее С одной стороны, управа связана с законом С другой стороны, жильцы не хотят платить Пётр Говоров, Василий Слепсов, Григорий Охлопков, НВК Саха, Якутск Полёт заявка на рекорд России В августе этого года жительница Мирного вместе со своим супругом Пересекли Атлантику на личном самолёте На сайте Ассоциации экспериментальной авиации Их полёт сразу же назвали дерзким и смелым Сделать это оказалось непросто Подняться в воздух 14 раз Прежде чем оказаться в пункте назначения Маленький одномоторный самолёт За штурвалом которого женщина Летит к мечте Мы к этой мечте шли достаточно долго Три с половиной года Мы продумывали каждый шаг И в прошлом году у нас не получился этот перелёт Сходу мы так хотели, так сказать, раз И не получилось, знаете И вот когда на этот раз мы это сделали Это было очень огромное облегчение Человека, исполнившего свою мечту Алла Березовая всегда знала Она будет летать После школы мечтала поступить в лётное училище Но не набрала нужное количество баллов Увлеклась прыжками с парашютом Но спортивный клуб закрылся И тут уже вмешался супруг Сказал, нужно становиться пилотом Спустя три года Алла за штурвалом На связи диспетчер Рядом супруг Эдуард Ведь они всегда вдвоём Действительно мы всё это делаем вместе У нас чёткое разделение обязанностей Моё дело куда? Да? Аллы как? И конечно, сама идея пересечь Атлантический океан На маленьком одномоторном самолёте возникла у Эдуарда На плечи Аллы легла техническая часть затеи Как это сделать? Ведь опытные пилоты из Ассоциации экспериментальной авиации Назвали идею дерзкой и смелой В реальное обледенение Когда мы увидели, как на самолёте очень быстро образуется корка льда И падает скорость И мы готовы скорость уже к свалу Было не то что волнение, а было страшно Пилоты думают уже о следующем путешествии Подробности пока держат в тайне И цитируют строчки стихотворения Ли вылувье Меняй свой неправильный курс Ксения Исламова, Роман Ларин, телеканал «Алмазный край» А вот о чём мы расскажем в вечернем выпуске новостей в 20.44 Последствия экономии или нарушения норм строительства Что привело к двухлетней задержке сдачи дома на улице Халтурина в Якутске 408 участников регионального этапа Junior Skills В Якутске стартовал конкурс прокмастерства Республиканский турнир по борьбе Хабсагай прошёл в мирном Расскажем, кто стал чемпионом К этому часу у нас все новости Оставайтесь в курсе событий СНВК «Саха» и «Саха-24» Всего доброго и до встречи в эфире Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Корректор А.Егорова